Экспозиция подготовлена Архангельской областной научной библиотекой имени Добролюбова, Культурно-просветительским фондом «Преображение», Северодвинским отделением регионального объединения пострадавших от политических репрессий «Совесть». Этот проект имеет длительную историю. Он стартовал в феврале 2011 года в Москве. Создателем его был Свердловский кровеческий музей. Преображенское содружество малых православных братств и многие другие помощники. На планшетах судьбы людей и храмов. В первой половине XX века, века атеизма, прихожане и священнослужители страдали за веру Христову. Но несмотря на гонения и репрессии, у верующих всегда была сила, которая давала радость и вдохновение. В северных лагерях погибли многие священники, всей душой поддерживающие осужденных за веру. Эта выставка потрясает, вдохновляет любого человека, у которого живая душа, открытое сердце, трепетная совесть. Потому что она действительно невероятно очищает и помогает человеку сегодняшнего дня ощутить в себе человеческое достоинство. Обрадоваться этому и выйти с этой выставки оздоровленным, вдохновленным от того, что он человек, что он появился на этот свет для какой-то высокой миссии. Поэтому она, безусловно, для всех людей, у кого есть сердце. Выставка экспонировалась в Северодвинске, Архангельске и Вельске. Новодвинск – четвертый город, в котором представлен проект «Неперемолотые». Но пока нет раздела, посвященного нашему городу. Новодвинск уникален в том плане, что здесь в середине прошлого столетия жили российские немцы. Об истории их появления в поселке Ворошиловский, лагере и немецком поселке рассказала Валерия Кетова, ученица второй школы. К счастью, остались жители, живые свидетели этой истории. Мы с радостью сходили к ним навстречу, говорили с ними и чувствовалось. На самом деле, иногда это было очень тяжело писать, потому что иногда такие были чувства и жалости, и сожаления, что вообще у нас такое было, что у нас в стране, в городе, тем более живем рядом, такие страшные события происходили. В нашем городе мало кто даже знает, что был лагерь, был немецкий поселок, много очень людей, проживающих даже в настоящее время, не подверглись репрессиям. До недавнего времени об этом нельзя было говорить, и даже не говорили в семьях, не говоря уже на публику. И вот сегодня, когда в нашей школе собран большой материал по истории российских немцев, эта тема нам очень близка, потому что история школы неразрывно связана с российскими немцами. На этом материале пишут ребята сегодня исследовательские работы, изучают свои семьи, потому что сегодня учатся и внуки, и правнуки, даже тех, кто пострадал в годы репрессий. Когда мы собирали материал, некоторые российские немцы даже отказывали нам в интервью, потому что вот эта боязнь, она еще заложена у них. А другие, вот мне очень такие слова запомнили с Гильдой Рудольфом Духович, который говорит, но мы-то не обозлились, как бы, что душа-то у нас не зачерцвела. Было такое время, просто она говорит. Пережили очень много, конечно. Но это время, это история. Валерия Кетова считает, что в Новодвинске должен быть памятник погибшим российским немцам и всем репрессированным. Они внесли весомый вклад в строительство комбината и города. Новый памятник жертвам политических репрессий станет данью памяти и уважения, в том числе и для этих людей. Эскиз памятника готов. Если вы захотите поставить подпись, согласившись с тем, что нужен памятник в городе Новодвинске, нужно прийти в школу номер 2, в музей. Выставка «Неперемолотые» проходит в городской детской библиотеке по адресу улица 50-летия Октября, 43А. Дни проведения экскурсии – понедельник, вторник, среда. Человек сегодняшнего дня нуждается в том, чтобы ощутить себя человеком, который бесценен, уникален, оригинален и любим Богом и людьми. Человек нуждается в том, чтобы ощутить свою нужность на этой земле. Эта выставка дает ему вдохновение и в этом. Человек нуждается в том, чтобы найти что-то подлинное, за которое он может зацепиться, которое может стать стеной в его жизни. И вот это счастье, соприкосновение с подлинными вещами, которые не вещи, в прямом смысле этого слова, дает эта выставка. Безусловно, поэтому материал ее уникален для любого человека, который нуждается в том, чтобы понять, в чем смысл его жизни. Его можно найти здесь.